Дальше. Следующий вопрос. Стоит ли новичку самому редактировать прошивку или лучше довериться профессионалам? Для начала, вот именно, блин, классный вопрос, спасибо. Самый простой вариант в начале, как лучше всего заниматься прошивками, если ничего не умел раньше. Самый простой вариант это купить готовую прошивку. То есть, либо поехать к человеку, который заливает эти прошивки, а если вы уже сами умеете записать прошивку в блок управления, вы покупаете, вот как на моторстве, да, продаются прошивки под какой-то конкретный автомобиль. Вы покупаете такую прошивку, находите в интернете, вот это несложно найти, стандартную прошивку, либо со своей машины, вы чикываете стандартную прошивку, закидываете в хекс-редактор такую прошивку, и видите, где у вас произошли изменения. Либо в Windows, но это надо этими инструментами уметь пользоваться. То есть, как бы, одно за другим тянется, вы хотите сделать то и делать третье. Либо вы закидываете самый простой вариант в чип-тюнинг про два файла прошивки, и видите, в сравнении, где произошли изменения. К примеру, в чип-тюнинг про, если открыть две прошивки от одного блока управления, но одна правильная на другая нет, вам откроются калибровки только те, которые были использованы. Все остальные калибровки, они будут недоступны для редактирования. И вы уже смотрите, ага, карта угла зажигания, основная карта. Здесь они так сделали, здесь так. И по такому принципу самоизучения прошивки структуры, человек поменял там-там-там-там-там, и машинка поехала. Ага, можете сделать, если у вас есть экспериментальный автомобиль, или друг, или собственный автомобиль. Собственный автомобиль, это вообще замечательно. К примеру, десятку, да, купили тюнингную прошивку, взяли стандарт, склеили, посмотрели, ага. А ну, я вот это вот верну в заводское значение. И начинаете откидывать тюнингную прошивку, карты, одну за другой в заводское значение. И тогда вы по диагностике, или даже вот спиной, я когда езжу машины на справе, я ощущаю реально их спиной. Как это пояснить, даже не могу, парни. Просто я сижу, я смотрю в экран ноутбука, я не вижу, что там на дороге творится. Вот, я спиной ощущаю, машина лучше поехала, или это. Это приходит со временем, сразу ничего не поймете, но вы начнете это ощущать. Вот, и откидываете карты потихоньку. И потом самые основные карты, это, как правило, углозажигание, вот, и состав смеси нужно поменять в конкретном варианте. Да, если у вас, к примеру, бензонасос подсел, вот, и вы начинаете добавлять в мощностном режиме топливо, то, естественно, у вас машина лучше поедет, потому как у вас давление не додавливает топливо, и все, это уже первый знак того, что вы карту намного подняли по топливу, больше впрыск отдали, машина едет, да, и не начинает тухнуть. И сразу пояснет атмосферный двигатель, боится богатой смеси, если слишком много налит топлива, мотор начинает тупить, он мычит, он не едет. Вот. И по вот этим косвенным признакам можно даже судить о состоянии инструментов, которые там наполняют цилиндры, да, или форсунки забиты, либо бензонасос работает. Пару раз я так на трассе, прям выехали, я говорю, пацаны, я все понимаю, форсунки у нас какие, Skoda Octavia, мотор 1.6. Я говорю, у нас лег насос или закончился? Ну, моя любимая фраза, закончился насос. Приезжаем ко мне домой, подключаем манометр, меряем давление нормальное. Я говорю, все, поехали. Зачем, куда, что, я вам так скажу. Есть ошибочное, мне, что человек приехал на станцию, ему подключили манометр, там, на слив жидкости проверяют как-то или еще что-нибудь. Давление нужно мерять на третьей передаче при тапке в пол. Газульку нажали в пол, максимальную нагрузку дали на дверь, или в этот момент второй человек сидит рядом с водителем и смотрит на давление. Как это сделать? Шлангом выводится под капот, на лобовое стекло, под дворник ложится манометр. Вот так вот проверяется давление, никак иначе. В ходу всегда вы сможете вовремя выявить, нормальное давление дает насос по мокропроизводительных форсунок, они больше открыты, да, время открытия форсунки гораздо больше, чем на холостом ходу. К примеру, на холостом ходу среднее время впрыска порядка 4 микросекунд, при тапке в пол на 3000, если вы увидели время впрыска 15 микросекунд, я вам сразу скажу, насоса в этой машине нет, потому как на 3000 15 микросекунд время впрыска это нереально. Там за каждый оборот коленвала, ну, это, грубо говоря, два оборота сделал коленвал, то есть у вас время впрыска растягивается на два цикла, это, ну, полный бред. А у вас пытается лямбда якобы подтянуть, вот как-то вот, ну, так вот. Так, следующий вопрос, если есть там еще. Это Серега, это Морги, Божь, 7-0. Сегодня мы покажем, как есть там, мы соединяем, разднем, 9-1. Идем к нему.